Такое чудо на улицах Ярославля встретишь едва ли. Полугодовалый тигр без намордника ходит по снегу на тоненьком поводке. Выгуливает хищника дрессировщик, заслуженный артист России Артур Багдасаров. Говорит, маленький Шива впервые знакомится с холодной русской зимой. Жители города в восторге. Разглядеть, какой он лохматый, шерсть, такой игривый. На всех кидается, но никто не боится. Опасения напрасны. Маленький Шива совсем ручной. Из ста новорожденных только один вырастает с мягким и пушистым характером. Поэтому и имя малышу придумали необычное. Шива – это бог индийский. Как потом уже поняли, что у него есть третий глаз. И вдруг у нас где-то через недельку вырастает вот такая шишка на лбу у ребенка. Если Шива еще только готовится стать артистом и мило позирует перед телекамерами, то его родители уже заслуженные цирковые аксакалы – ахиллы бетти. Теперь на арене целая династия хищников в третьем поколении. Как отмечают дрессировщики, некоторые уже настоящие звезды. Ее зовут Эрна. Она выходит, она легла, всю работу она спит. Как только начинается финальный трюк, она просыпается. Она слышит финальную музыку, она просыпается. Начинает царапаться, потом ложится на спину, начинает делать маникюр, потом педикюр. И вот пока Артур делает финальный наш трюк, она все внимание переводит на себя. Всего одновременно на манеже находятся шесть взрослых полосатых хищников. Подрастающие поколения тренируются вместе с ними. Труппа цирка приезжает задолго до премьеры. Неделя уходит на подготовку арены и привычки животных. Маленькие тигрята в Ярославле, например, испугались зеркал. Пришлось их завесить бархатом. Ну а увидеть Шиву на манеже можно уже в эти выходные. Светлана Доброхотова, Сергей Мазилов. День событий.